Говорили в начале про лобби, да? И я когда всю эту ситуацию обдумываю для себя, вот у меня такая возникает ассоциация интересная. Понимаете, вот есть такое вот количество денег, какое-то, да, абстрактное. И это количество денег, оно сейчас тратится на табак. Но если на табак надавить, это количество денег, или чуть меньше, но сообразное какое-то, будет тратиться на отказ от табака. То есть речь идет о том, что вот вы говорите, табачное лобби, антитабачное лобби, то есть это борьба за кошельки курильщиков. То есть я пытался изучить вот вопрос, связанный с ВОЗ. Ну здоровить-то, не будут эти курильщики. Не, ну минутку. То есть я в интернете, то есть из доступных источников прочитал, что ВОЗ, значит, антитабачные программы проводит на гранты фармацевтических компаний. Фармацевтические компании выпускают средства подказа от курения, пластыри там, таблетки. Один в один с нашим зрителем. Какое табачное лобби, фармацевтическое лобби, которое заинтересовано в лечении и предвижении всяких дальше наименований, видимо, там, коры, пластыри, еще что-то такое. Поэтому я предлагаю вообще на вопрос смотреть совершенно под другим углом. То есть вот есть общественная проблема, связанная с тем, что люди курящие мешают людям не курящим. Это как бы одна ситуация. И вторая ситуация, что нужно сокращать количество курящих, и для этого нужны какие-то меры. Продолжение следует...